Город Черкесск. Пешеходный переход на пересечении улиц Октябрьска и Попова. Именно здесь 3 октября произошла страшная авария, жертвой которой стала 10-летняя Варвара Галустян. Пострадавшую школьницу, переходившую дорогу в положенном месте на пешеходном переходе, переехали дважды. Десятилетняя ученица 8-й школы, 4-го класса, переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В это время водитель автомашины «Лада Фриора» не заметил ее и допустил на нее наезд. В результате чего девочку откинула на третью полосу движения, где также на нее наезд допустила автомашина ВАЗ-2112. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264. Одноклассники Вари до сих пор не верят в произошедшее. Ведь еще совсем недавно Варя Галустян сидела за этой партой на уроках, которые проводит классный руководитель 4-го В. Маргарита Владимировна. Варя навсегда останется в наших сердцах милой, доброй, добросердечной девочкой. Она была очень послушным и очень добрым ребенком. Неожиданная смерть девочки – глубокая травма для ее сверстников. В сердцах этих мальчишек и девчонок Варя останется доброй и отзывчивой, любимой одноклассницей. Мне очень жалко было вспомнить, что такое случилось. Я любила Варю. Она была очень веселая девочка. Она была моей самой лучшей подругой. Я ее очень сильно люблю. Варя была очень хорошей девочкой. Нам жаль, что она так рано ушла из жизни. Отец Вари Камо в самый страшный день его жизни, день гибели любимой дочери, был на работе. Он с болью в сердце и содроганием вспоминает трагические события, которые навсегда разделили его жизнь. Жизнь его сына, 16-летнего Володи, брата Вари. Жизнь всех членов их семьи на до и после. 3 октября в районе 11-го я находился на работе, когда мне позвонили учительницы Варина и сообщили о том, что моя дочь попала в автокатастрофу, в аварию. Я бросил все. Поехал в республиканскую больницу, искал ее по всем отделениям, но мне не говорили сначала. Потом мне сказали, что мне лучше зайти к заведующему. Я пошел к заведующему в кабинет, он мне сообщил, что ее уже привезли, врачи были бессильны, что-либо сделать, она уже находилась в клинической смерти. А это кадры задержания водителя, сбежавшего с места другой страшной аварии, жертвой которой стала еще одна девочка, 6-летняя Диана Абрекова. Наша съемочная группа отправилась в Зеленчукский район, в поселок Нижняя Ермоловка, чтобы на месте аварии уточнить все обстоятельства трагедии, о которой нам рассказал отец погибшей девочки Мунир Абреков. Я подбежал, жену поднял, спросил что-то, она показывает тело. Я не узнал ребенка своего. Я спросил, кто это, она сказала, где она. Настолько было исковежно тело ребенка, что не было ничего целого, лица не было, остался только подбородок, пол щеки, маленький кусочек затылка, все. Еще одна дорога на территории нашей республики, где произошла еще одна трагедия. Мы находимся в ауле Хабез, именно здесь летом была сбита насмерть еще одна девочка, которой было всего 7 лет. Расскажите, как все было? 25 июня 2017 года около 17 часов водитель автомашины «Лада Гранта» направлялся в город Черкесск, поселок Архиз, где отдыхал со своими друзьями и близкими родственниками, где, нарушив 7 пунктов правил дорожного движения, находясь в населенном пункте Аула Хабез, то есть на южном везде, допустил столкновение после, как вы видите, моста двух пешеходов, а именно 32-летнюю девушку и ее племянницу, 7-летнюю девушку, которые на месте скончались от полученных телесных повреждений, которые являлись несовместимы с жизнью. Варю, Самиру и Диану уже не вернуть, как и никогда не восполнить утрату родителей девочек. Жизнь этих мам и пап навсегда разделилась на до и после. Я долго думала над словами, которыми нужно завершить рассказ об этих историях, потрясших меня и моих коллег. Три смерти, три девочки в маленькой республике, три страшных аварии в течение четырех месяцев. Наверное, нет смысла говорить какие-то нравоучения. Каждый сделает свои выводы сам. Мне остается лишь выразить надежду, что каждый водитель, узнав об этих трагедиях, хотя бы на миг задумается, прежде чем садиться нетрезвым за руль и нажимать на педаль газа сильнее. И вспомнят глаза детей, чьи жизни оборвала чья-то беспечность. Оксана Качкарова, Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Олег Молхожев. При содействии пресс-службы МВД МКЧР Архиз-24.